привет народ пришла посылка посылка пришла ну почти с россии в общем ну давайте немножко предысторию расскажу что где-то полгода назад написал человек письмо типа типа того вот здравствуйте руслан являюсь то ли менеджером то ли в общем кем в компании стилклав в общем занимаются ребята чем ребята занимаются тем что делают ножи но не просто делают их сами да а берут популярные модели ножей ну и скажем так делают их клоны ну грубо говоря пиратством да вот тем же пиратством что делает ганза сейчас что делают все китайцы но как бы говорит мы типа там что-то меняем в ножах ну как бы что к нам проблем уже вроде как и нет ну допустим вот все знают да бенчмет грипп тиля нож вот такой вот ну и у ребят есть своя интерпретация этого ножа не помню гекс по-моему называется да вот внизу картиночка будет под гриптилином обратите внимание да то есть как бы вот 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 так вот вот такая ситуация ну и написал мне письмо говорит руслан не хотели бы вы что-то ну как бы мы хотели бы вам какой-то нож отправить скажем так на обзор типа того да в общем ну и бросил мне ссылочку на сайт я посмотрел по сайту мне понравился один нож я говорю ну давайте вот этот чего посмотрим на него в общем ну кто помнит ребята кто был скажем так родился в ссср моих годов кому сороковник сейчас то примерно помнят были такие вот небольшие ножи вот такие вот нож цилиндр то есть с одной стороны вот вот такая вот открывачка когда мы меняем вот этот вот стержень внутренний у нас получается вот такой вот нож вот таким вот образом эти ножи выглядели то вот примерно вот этот же форм-фактор я когда увидел ну захотел захотел посмотреть на этот нож потому как мы увидел я фотографию вот такой вот на сайте ну и понял что это такого же размера будет нож но когда вот я на днях получил посылку то я немножечко скажем так оторопел я в шоке был просто от того что я вот внутри в коробочке увидел не такое да что я ожидал увидеть а вот такую вот ребята палку вот такой коробочки приехал ко мне нож ну и нож я честно я не ожидал что это нож то есть вот вот это ребята нож ну чтобы понимали давайте сразу сейчас возьмем рулетку я просто в шоке я когда вот посылку забрал снова и почта я ее взял в руки я ну я прозрел я я полез на сайт сразу смотреть ну моя вина что я не посмотрел габариты ножа да но давайте мы сейчас его то есть я думал что это будет ну ну сантиметров 20 может быть ну 18 вот такой вот карманный ножичек но здесь реально булава здесь реальная булава давайте сейчас мы размером вот так вот чтобы здесь у нас просто косой срез такой чтобы этим косым срезом смотрел на меня чтобы мы его четенько померяли 50 37 с половиной сантиметров представляете да 375 миллиметров 375 то есть это реальная такая дубинка в руках получается мы давайте посмотрим что же там внутри ну внутри у нас тоже такой немаленький скажем так совсем 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 не маленький нож вогнутые спуски сталька на клинке 8 chrome 14 но здесь 8 chrome 14 написано на официальном сайте 8 chrome 14 молибден ванадий указано марка стали ну ребята это реальный меч это реальный меч я честно скажу не ожидал давайте посмотрим что этот меч ну действительно не ожидал здесь нет ну не очень конечно не очень конечно на сайте написано что приходит острые но не совсем он острый конечно хотя по заточке давайте попробую показать сейчас вот так вот вот такая вот заводская за . довольно таки аккуратно то есть не крупный абразив здесь финишировали ребята нормально мелкий достаточно абразив с одной стороны нитка подвода у нас идеально ровная до конца то есть вот начало до конца подвод ровненький с другой стороны чуть-чуть завален то есть вот здесь полоска подвода шире и кончику чуть-чуть чуть-чуть видите да уходит уже косячок такой ну как бы это при первой же переточке то есть если вы умеете тащить ножи то при первой переточке вы это исправите клиночек у нас сатинированный вот такой мелкий сатин поперечный ну в принципе сатин смотрится симпатично клинок имеет скажем так сложно переходы видите да здесь вот так вот давайте померяем ровно ли переход так вот здесь вот вот я держу видите палец на конце перехода здесь не хватает чуть-чуть то есть переход не симметричный ну в принципе ребята пишут что данные ножи производится в китае в китае ну как бы они этого не скрывают здесь у нас затыльник рукоятки откручивается данная запчасть точеная с алюминия ну и рукоятка у нас полая так сейчас я посмотрю что там давайте попробуем заглянуть внутрь так нужен фонарик потому что без фонарика не получится посмотри что же там внутри вот так вот давайте посмотрим что же там внутри видите вы видите теперь я посмотрю чего то непонятно там там следы ребята от сварки следы от сварки ну и если присмотреться давайте попробуем наехать вот так вот следы от сварки и если присмотреться сейчас попробуем сфокусироваться фокус еще давайте вот так вот сделаем ну фокус вот видно да сейчас трещина пошла то есть следы от сварки клинок видите просто приварен две прихватки там и внутри у нас трещина то есть по одной прихватке пошла трещина очень сложно было сфокусироваться но тем не менее мы это сделали трещину четко видно сейчас ну и прихватки такие видите детские с двух сторон то есть там нет никакого провара соответственно при каком то хорошем усилии клинок может просто вывалится то есть есть такой вариант что клинок просто мы потеряем ну не знаю насколько это реально резинки здесь у нас нет уплотнительной ну было бы конечно интересно сейчас проверить нож держит ли он воду мне почему то кажется что не держит ну я так понимаю да что если мы в рукоятке делаем скажем так такое вот отверстие то мы подразумеваем что данный нож будет использоваться по полной то есть мы сюда можем положить я не знаю это магнива спички если мы куда то идем в поход ну ребята так позиционируют я так понимаю данный нож если мы куда то идем в поход ну в поход с такой дубинкой я не знаю если честно мне сложно представить вот где можно использовать данный нож давайте попробуем мне почему то кажется что да можно вот так даже сделать да получается все то есть вот такой меч у нас получается вот такая вот палка с клинком на конце ну давайте промерим его то есть вот в удлиненном таком состоянии получается нож у нас имеет пятьсот сорок пять то есть пятьдесят пять сантиметров пятьсот сорок пять миллиметров длина длина клинка у нас сто девяносто семь миллиметров сто девяносто семь миллиметров ну под холодное оружие нож не подпадает потому как нет у нас никакого подпальцевого упора да нет так называемой гарды поэтому нож не подпадает под холодное оружие это однозначно ну использовать данный нож я не знаю то есть если бы он был короче да вот такой вот клинок то можно было бы им пользоваться вполне 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 таким длинным клинком ребят ну честно слово ну разве шо камыш где то рубить на на природе да здесь у ребят вот такой вот логотип какая то лапа чья то ну будем считать что это орлиная лапа в общем вот такой вот ребята нож ну скос у нас получается вот так вот то есть если мы клинок держим ровно да то этот скос получается вот так становится при закрученном хвостовике вот такой вот нож ну как режет да я уже показывал в принципе это можно я думаю поправить сейчас будет я думаю что эту ситуацию мы сейчас быстренько поправим ну заодно посмотрим как правится сталька ну сталька достаточно таки мягкая это как плюс так и минус но мягкая потому что вернее плюс потому что будет легко правиться минус будет легко очень садиться и тупиться то есть ну как бы если у вас есть вот такой мусатик с собой то нет проблем абсолютно его поправить смотрел там ребята чудят короче крыса тоже у них своя есть ну с китайцами сотрудничают хлопцы посмотрел я цены просто мне товарищ скинул сайт украинский сайт российский посмотрел я цены то ну вот этот нож в россии стоит 2000 рублями посмотрел в украине как вы думаете сколько ну если 2000 рублями в россии то разумно предположить что если по курсу мы переведем рубли в гривны должно быть 650 гривен то есть ну это равноценно 650 гривен это 2000 рублями по сегодняшнему курсу посмотрел я цены в украине и получается что данный нож стоит в украине 1700 гривен ребят я что то не понял политику ценовую конечно ну вот видите да уже совсем другое дело то есть буквально пару взмахов и смотрите что нож делает пару взмахов на пасте все нож шинкует эту бумажку без проблем абсолютно ну сталька пластичная мягкая то есть в принципе для каких то походов возможно и подойдет но я не представляю как можно с таким ножом с таким скажем так форм-фактором с таким форм-фактором ходить в поход не поход на это нож ни разу абсолютно ну я не знаю есть у меня знакомый один который вот примерно такую же палку возит у себя в машине но я такие палки в машине не вожу в машине возле водительского сиденья знаете такой дубинал лежит то вот единственное что приходит в голову это вот такое использование но я человек мирный использовать данный дубинал по назначению не собираюсь поэтому поэтому даже не знаю вот такой вот ребята нож сказал я да его размер уже или не сказал вот полностью есть собраны сказал по моему да 300 375 миллиметров ну очень очень большая такая дубиночка получилась ну единственное я же говорю что что приходит в голову это действительно такой ножичек ну честно говорю не представляю вот не приходит мне в голову где его можно использовать ну как вот я не пытаюсь сейчас напряжься на рыбалку ну возможно если вот ну не знаю не знаю не знаю ребят то есть и опять же минус такой что подобного форм-фактора вот пара нож-тереножный да нужно сразу понимать что если вы чуть-чуть неправильно будете вставлять нож что вы сразу его об металл режущей кромкой зацепите вот видите я сейчас ставил ну бумажка 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 давайте опять бумажку достанем я сейчас его ставил ножны и уже вот он режет где я его поправил а вот здесь на ближе к краешку уже появились давайте попробую показать вот в этом месте уже появились замены так 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 поймать бы их сейчас на камеру только что видел и уже не вижу вот здесь вот вот в этом месте появились уже мелкие мелкие такие замены ну в принципе я же говорю что преимущество данного ножа в том что очень легко это все можно вот так вот поправить ну опять же следующий вот заход ножа в ножны то есть нужно это делать определенным образом вот видите да обух ножа мы его берем вот таким вот образом и сразу обухом прижимаем прижимаем вставляем и только потом закручиваем вот так вот мы не повредим режущую кромку металл об алюминий в принципе вот такое вот ребята сегодня было видео ссылки на данный инструмент я оставлю под видео если кому то интересно ну а с данной палкой я даже не знаю что делать пользоваться я данной палкой не буду поэтому наверняка данная палка отправляется в барахолку если кому интересно ссылка тоже будет под видео ну и коль у нас нож имеет в своей рукоятке капсулу да то давайте проверим ее на герметичность почему то мне кажется что если у нас есть такая капсула да рукоятки то она как минимум должна быть герметичным берем абсолютно сих пор из бумаги так 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 не так не зайдет давайте вот так вот сложим в несколько раз его вот так вот сложим и о замечательно нет не замечательно еще нужно чуть-чуть но видите да вот я его туда сейчас капсулу поставил засунул и вытащил он абсолютно сухой перебиваем листик делаем короче я его специально скрутил так чтобы он заполнил с собой все пространство вот так вот закрываем его ну чтобы не набирать полную ванну я набрал в миску воды закручиваем плотненько и бросаем давайте секундомер запустим секундомер запускаю циферки пошли нули у нас давайте сейчас его здесь вот так поставлю пускай теперь минут 10 я думаю достаточно будет для того чтобы мы убедились что водичка у нас внутри не пошла но я все-таки надеюсь что вода внутрь не пройдет мои такие предположения но всяко может быть то есть если разобрать клинок да вытащить вот этот вот чехол скажем так снять его то я думаю что по шву снизу где вставлен клинок однозначно пойдет вода ну время у нас пошло я бы оставил мобилку но мобилка у меня уже садится выключается поэтому мобилка я понесу на зарядку ну через десять минут приду и проверим 11 минут у нас прошло вот так надеюсь будет видно 11 минут прошло ну что давайте попробуем проверим что здесь у нас вытираем на сухо все клинок сухой клин бумажка вот так вот ребята бумажечка сухая все замечательно хоть в этом нож порадовал честно говорю я надеялся что он не пустит воду очень сильно так давайте еще раз мы проведем ту же процедуру но уже без ножен ага вот в ножны как раз воды набрал видно да клиночек мокрый в ножнах вода есть ну давайте мы нужно оставим на берегу а сам клим положим в воду ну опять посмотрим наберет ли он водички и так 13 минут я не выключал видео опять прерывать не буду я просто его потом поставлю на ускоренную перемотку 13 минут и давайте еще минут десять дадим ему полежать так 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 10 минут у нас прошло 23 минуты давайте посмотрим что там у нас вытираем нож насухо ну здесь уже вода есть ребята вот так вот водичка есть вот она ушла ну воды очень мало кстати да то есть бумажка по сути своей ну чуть-чуть намокла с этой стороны только вот так она надеюсь будет видно да вот так вот таким вот образом чуть-чуть бумажечка у нас промокла ну в принципе если бы конечно вот этот контейнер был герметичным то было бы куда интереснее потому как но я понимаю что контейнер у нас же подразумевает его герметичность потому как но люди могут сюда спички положить какую-то труд какой-то еще что-то какие-то не знаю может быть вещи джак хорошего костра там огниво еще что-то ну у каждого свои приколы кто-то может быть туда деньги положено ну не хотелось бы я так понимаю что здесь да вот здесь водичка пошла ребята вот сюда вода заходила потому что здесь вот прям бульбы такие здесь ломятся вот отсюда то есть вот это вот эта заглушка я думал что скажем так ножны ну вот прям видно я не знаю насколько там близко это будет видно но вот отсюда вода пошла то есть если бы в закрытом состоянии вот сами нужно были герметичны то я думаю сюда потом не пошла вообще потому как по резьбе у нее но очень мало шансов ну в принципе вот такая вот сегодня была дубинка у нас я не знаю применение желаю что у нее я лично не вижу в своей жизни вот для такого инструмента применения ну и соответственно по цене мне непонятно политика ребят то есть для россии 200 рублей 2000 рублей это на наши деньги 650 гривен если перевести по курсу откуда цена в 1700 гривен то ли ребята думают что на украине жить хорошо ну по сравнению с россией в три в четыре раза да почти в три с половиной раза скажем так то ли я не пойму но вот 650 рублей да как бы адекватная цена была бы 650 гривен для вот такой голодушки то есть по по материалам как бы но это адекватная цена я думаю ну если брать уже 1700 гривен но это как бы немножечко уже другие совсем деньги поэтому вот открыл закрыл то есть нож достал пару раз и сразу замены появляется на рк то есть ну реально непрактичная штука реально непрактично то есть ну вот вот так ты живешь применение у меня как бы ну вообще я не понимаю где можно применить данную штуку кроме как вот я же вышел видел у некоторых машине лежит возле водительского сиденья у меня такого такой привычки нет как бы я привык с людьми языком общаться они вот таким вот образом даже на дороге есть какие-то ситуации то у меня дубинки в машине нет нет аппарата мне не ножа ничего другого видел есть у людей вот такая привычка знаете возить что у меня такой привычки нет ладно на сегодня все делайте свои выводы я свои выводы о данной палки сделал если кому интересно то ссылки внизу все пока пока увидимся а Субтитры сделал DimaTorzok